всем привет с вами не агара и хочу представить вам такую забавную непонятную игрушку нак-нак или по-русски тук 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 игра рассказывает об одном человеке который находится в доме и он никак не может выспаться его пугают разные шумы какие-то шорохи скрипы у себя в доме и наша будет задача сохранить ему рассудок и продержаться до рассвета начинаем новую игру жанр этой игры даже не могу вам определить скорее какой-то эксперимент экспериментальная игра но мне хочется в нем поиграть не очень забавная графика как-то к в стиле 2 star мне это нравится наша будет задача вовремя везде включать свет потому что в темноте он начинает с ума его все это пугает включать свет восстанавливать обстановку дома и вовремя прятаться в общем-то и постараться вскорить время до рассвета что-то меня разбудила кажется где-то разбилось окном вот такой у нас главный персонаж у него уже огромные красные круги под глазами от недосыпа вечного или открылась дверь у него всклокоченные волосы видимо он совсем уже перестал следить успевает высыпаться не просто будет найти эту брешь говорит он вот на таком непонятном языке это огромный дом не в десятке комнат я давно уже не не заглядываю до переводится будет вот такими субтитрами которая будет читать просто я ужасно устал бедненький он ужасно устал уже ну если бы я постоянно слышала такие шорохи я бы тоже наверно сошла с ума какая ужасная боль будто кто-то пробивает дыру в моей бедной голове да дом у него выглядит вот так страшный такой я устала и страдаю бессонницей темноте мне все чаще мерещится странная но кошмары всегда исчезают к утру долго ли еще до рассвета зажигаем лампочку в каждой комнате обязательно нужно осветить весь дом так вот но несколько комнат но комнаты будут прибавляться это еще не все это не предел дом будет постоянно меняться звуки здесь потрясающие я поиграла всего наверно ребята минут 15 поэтому я так рассуждаю но я не проходила же игру стопа куда подевалась время такое чувство что все застыло почему так долго длится ночь что-то не так я вот просто поиграла и мы взяла игрушка для себя просто отдохнуть и решила для вас записать потому что игра понравилась я думаю что всем будет любопытно посмотреть комнаты очень странные чем-то исчерченные мы будем находить некие такие вот что это я даже такие изображения как с часиками они нам будут помогать приближать рассвет это очень хорошо время пошло вот так время можно и поторопеть если утро ко мне не идете сам до него дотянусь погнали дверь открылась так приятель но мы закрыть ее не сможем значит все таки стук шел отсюда как же я мог снять засов не запереть на замок ночью страшно туда выходить но я обязан проверить убедиться что это ветер нам предлагают выйти в лес ночью ничего не видно кроме того что деревья похожи на ужасные морды ходит тут он со свечкой видите как лапы такие здесь здесь ветки ну и ходить можно вот так совершенно хаотично мы сейчас здесь заблудимся я вас спешу обрадовать ничего интересного здесь я не найду мы просто будем ходить и бродить так он решил проверить не ветер ли это никак здесь не защититься от монстров если такие будут мы можем только прятаться вовремя как-то стараться продержаться до рассвета хехе такое лицо это вообще очень мне нравится графика правда я балдею а игру раскритиковали да критики очень однозначно отнеслись к ней за то что слишком слишком монотонный геймплей он будет повторяться то есть смысл то один и тот же сколько бы здесь уровней и не было о видели девушка стоит о здрасте исчезла ха 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 риск не еще ругали за что за неоднозначность сюжета за то что не все объясняется почему так что происходит в этом его доме в общем то не совсем раскрыт сюжет но это и не важно игра очень забавная приятно в нем поиграть вот игроки ее оценили высоко те кто играл сначала может быть не очень потом игра увлекает и уже втягиваешься чем-то у игроков отзывы хорошие переходим идти на следующий этап и у нас этапы чередуются с глазками дом класс но глаз что значит этот глаз я не знаю то ли что мы на этом этапе должны будем спрятаться возможно или наоборот нет видите вот так можно прятаться за кровать что это тикают ходики значит я наконец-то проснулся затемно как всегда скоро наступит рассвет а пока я проверю действительно ли все в порядке мне приснилось что главная дверь была не заперта так это был сон дом стучались я выглянул чтобы узнать чего этот шум а потом я очнулся в лесу и долго не мог вернуться обратно и к сушкем свет то есть это был сон мы были в его сне вот наш дом он уже стал гораздо больше нужно открывать двери зачем-то он по на запирался двери ну естественно боится поэтому все закрывает не узнаю свой дом почему все такое пустое видно зрение портится и хуже в темноте ничего недолго осталось терпеть скоро наступит утро и зажигай свет если мы где-то файлимся то уровень начинается сначала вот теперь все в порядке вижу все на своих местах забавно у тебя картинки что-то у меня с головой не до конца просто шучки паучки какая странная комната во время ночного входа главное ненадолго включить каждой комнате свет только так и нужно навести у себя порядок erfolg а не так и да вообще не содержит секрет в порядке кошмары да это доказанте именно наукой хорошо включаем давай теперь подождать чтобы глаза привыкли хорошо вот видите он закрывает глаза и пишут и ждите и появляется у нас то что здесь пропало Я на был порядок, но можно идти дальше. Вот только свет лучше выключать за собой. Так, спокойнее. К тому же меня не будет видно снаружи, когда окна освещена. Я чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Я не знаю, хочешь, выключим. Хотя, вроде бы в этой игре нужно, чтобы полностью дом был освещен. Я не знаю. Он сказал, что лучше выключать за собой. Тебе хочется думать о прошлом, спокойнее жить в темноте. Я не знаю, что. Давай. О, стой, 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 стой. Часики. Мы смогли приблизить рассвет. Я боюсь, что просто если он будет в темноте, а он быстро в хитерее сойдет с ума. Главное, да терпеть до рассвета. Рассвет расставит все по своим местам. Или... Боже мой. В душу что-то происходит. Это ничего. До утра стало совсем немного. Главное, даже до рассвета. Или его начнут здесь одолевать какие-нибудь гости. Монстры, не знаю. Мы пока таких еще не видели. Ты не хочешь здесь, чтобы глаза привыкли? Да. Видите? Ну, звуки здесь потрясающие в игре. Виселица. Что делает в той комнате виселица? В доме, вернее. Пошли. Включим здесь быстренько свет. Класс. Так, и там он тоже закрыл глаза. Мы сейчас спустимся вниз. Еще что-то здесь появилось. Окно. Чем больше мы восстанавливаем в комнате разных предметов, тем лучше. Давай, давай, давай. Класс. Будет где прятаться. Так, написано. В... Как бы сказать. В описании к игре. Так, тоже закрываем глазки. Он слышит какие-то голоса. Женский голос, точнее. Вот. Замечательно. Что это у тебя такое? Что у тебя за дом такое? Объясни, пожалуйста. Кошмарный. Так, идем дальше. О, господи, нет. Вы видели это? Видели? Прячься. А, боже. Их двое. Смотрите. Одна идет сюда. И вот еще. Еще одно, я вижу, стоит. Я сейчас ничего не делаю. Не управляю никак. Я просто отнаблюдаю. Мы спрятались. И здесь кто-то стоит. У меня, блин, гости в доме. Мама. А время идет назад. Дальше от рассвета. Гости исчезли, по-моему. Я, наверное, смогу сейчас выйти. Смотрите. Смотрите, уходит. Господи, боже. Кто это сейчас вздохнул? Тут кто-то есть? Оказалось, надо скорее закончить обход и снова улечь и спать. Это хорошая игра. Она возвращает детство. Прячься и чувствуешь, как время идет назад. Ну, порядаться, видите, наверное, не стоит. Ты делаешь только хуже. Да, потому что время идет назад. Но с другой стороны, куда мы можем одеваться? Во. Ты боишься? Рассвет, ребята. Ребята, видели? Идет обратно ко мне. Вот. В последней комнате идет это безголовое какое-то создание ко мне. Прятки в темноте. Эта игра на смелость, поэтому на самом деле прятаться в ней не нужно. Надо просто честно дождаться конца. Ага. А если они меня схватят? Если ведущий увидит, что кто-то прячется, все начнется сначала. Главное, здесь ведущий, да? Ключ такой. Нужно понять, как толкует игру ведущий. Если он скажет кому-то, прячешься, то вроде бы на виду, значит дело не в видимости. Разберемся по ходу игры. Следующий этап. Теперь просто дом. Наверное, нужно будет все осветить. То есть там, где глаза, будут моменты, к которым надо будет спрятаться. Не знаю. Или не прятаться, как в подсказке сказано. Не совсем понимаю. Дом небольшой. Наверху часы. Угу. Предрассветный сон самый полезный для психики. Но в последнее время что-то меня тревожит. Эти часы я решила посвятить ночному обходу. Посмотрим, сели комнаты на своих местах. Ля-бадя. Давай, зажигай. Свет. Так. Часы пока стоят. Свет это ясность. Он отделяет дни от настоящего. Понимание приходит со светом. Поэтому я всегда с таким нетерпением ожидаю утра. Нам наверх. По-моему, вот здесь надо подняться. Быстренько давайте здесь свет зажгем. Возьмем часики, чтобы у нас пошло время до рассвета. Побыстрее. Ааа. Нет. Не здесь. В обход. Такие тени. Ну, вообще. Не знаю. Я валдей. Не знаю, какой, ребята. Напишите мне в комментариях, нравится вам эта игра или нет. Мне нравится. Классная графика. И вообще сама идея довольно необычная. Я вообще в такие игры не играла. Вообще. Очень даже любопытно. Что там вообще будет дальше. И что будет в конце. Хорошо. Утро все ближе и ближе. Давай зажгем. Вот это. Это последняя комната. Стуки такие. Опять открылась дверь. Если бы я услышала дома такие стуки, я вообще, наверное, с ума сошла. Комната пустая. Ты не хочешь здесь открыть глаза? А? Алло. Это дом. Наблюдательный пункт. Старая научная станция. Я живу в ней с тех пор, как родился. Научная станция. Поэтому здесь все такое странное. Но не похоже, конечно, на научную станцию. Это не я открыл. Будь лесобитами. Решила, что кто-то потихоньку сюда вошел. Ха-ха-ха. Не надо. Пугать меня. Будь лес разумен. Я бы подумала, что меня приглашают куда-то пойти. Единственная тропа, что тут есть, огибает мой дом по кругу. Нужно пойти хоть сейчас, убедиться, что новых не появилось. Продолжение следует... Предлагает прогуляться по лесу. Вот опять эта девочка. Не будем на нее обращать внимания. Какая-то девочка живет в лесу. И прогулка снова по лесу, как это было и во сне. Причем, заметьте, он держит в руках то свечу, то лампу. Меняется у него средство освещения. Я сейчас буду просто рандомно, хаотично передвигаться по лесу, потому что я не вижу никакого смысла в этой прогулке. Ничего здесь мы не найдем. Вон опять эта девочка. Девочка, ты что, меня преследуешь? Опа. Что это? Что это? Какой-то сон или что с ним произошло? Иногда мне мерещатся вещи, которых просто не может быть. Я порой даже вижу на ней виновые звезды. Но я не отмечаю этого в рапортах и архивах. Просто депрессия. Может быть, я даже болен. Говорят, это называется дрема и приводит к сомнобулизму. Дальше не успела прочитать. Ладно, что сейчас было. Не знаю, может быть, наоборот, это было хорошо. Вроде бы ничего страшного не было в этой картинке. Какие-то стоны в лесу. Теперь, я так понимаю, мы должны вернуться к дому. Поэтому будем двигаться вообще просто хаотично. В любом порядке нажимаю кнопку, потому что ни тропинок, ничего больше я здесь не вижу. Надеюсь, мы выберемся. Игра была неоднозначно принята критиками за именно монотонный геймплей. Потому что, видимо, сколько бы уровней здесь не было, сколько бы этапов мы не проходили, ну, нужно делать одно и то же. Нужно зажигать свет. Нужно вовремя прятаться. И это не очень понравилось. Также также раскритиковали, что здесь непонятный сюжет. Не объясняется, почему это все происходит в доме. То есть не до конца раскрыт весь сюжет. И за это критики поставили низкие оценки игре. Но, как ни странно, самими игроками игра была оценена довольно высоко. Может быть, поначалу она не так не так интересна, но постепенно, когда в нее играешь, она захватывает. Становится интересно, хочется ее пройти. Поэтому у игроков-то как раз-таки оценки намного выше, чем поставили критики. Сейчас, я думаю, мы окончательно заблудились в этом лесу. Куда идти? Я вообще без понятия. И сколько мы еще будем родить в этом лесу? Не знаю. До самого рассвета. Но время, заметьте, не идет. Нет часов. Не идет времечко. Куда он сворачивает вообще? Вообще не понимаю. Я не думаю, что здесь очень прямо обширный какой-то мир, какая-то большая локация. Мы просто блуждаем по хаотическому такому лабиринту. И должны вернуться обратно в дом. Скорее всего, так. Зачем только лес приглашал нас пойти к нему? Раскрыв двери. Вот и дом. Зачем он пошел? Не знаю. Я бы не вышла из дома. Но, тем не менее, этот этап у нас пройден. Видимо, в каждом этапе дом мы будем ходить по лесу. Почему-то мне так кажется. Но самые страшные, самые интересные будут, видимо, уровни с этими глазками. Когда будут появляться гости в доме. Так. Ооо. Я сплю. Тем временем в доме творится. Черт знает что. Все вверх. Многие комнаты страшно запущены. Все ветхое. Дом должен быть герметичным. В этом золот спокойствие. Даже ничтожная брешь. Источник серьезных тревог. Поэтому просто необходимо немедленно их залатать. Укройш такую брешь, и все вернется, как было. Ооо. Окей. Пошли. Когда темно, он идет очень осторожно и медленно. Если за нами кто-то пойдет, как в прошлый раз. Ну, давайте. Вот так. Ух ты. Нет. Там были часики. Давай назад. Ха-ха. Да блин-то. Чтобы подойти к часикам, нужно нажать наверх. Он опять спит. Во. Фу. Я взяла чеськи. Так. Сейчас здесь зажгем. Тоже свет. Это хорошо. Времешко пошло побыстрее. Хорошо. Теперь все правильно. Вот только свет надо выключать. Если бы тогда они не узнают, что дома кто-то есть. Наоборот, хорошо. Пусть знают. Пусть не ходят сюда. Пусть знают, что ты дома. Что ты никого не боишься. Везде свет навключал. Не знаю. Все неоднозначно. Как-то здесь слишком чисто. Это я все от сюда убрал. Конечно же я больше не могу. Давай поспи еще. Подсказка была не прятаться. Видите, что это только провокация, что нужно честно дождаться рассвета. Света. Может я и зря это делаю. Я забыл, что-то очень важно. О чем вспоминать не стоит. И то же самое может быть по поводу света, что выключать за собой. Может быть не стоит этого делать? Я не знаю. Давай-ка поспи. Пустая сильно комната. Такие глазки на полу у него. Опа. Ух ты, где? У нас проблемы какие-то. Ну давай быстрее, что ли. Глаза у него привыкают. И дверь закрылась. Ну там, по-моему, нет никого. Ладно. Пошли вниз. Так. Не перестань. Слышите, женский голос. Так. Не хочешь еще закрыть глаза? Похоже не хочет. Какая-то котельная. Наверху лампа улыбнула. Она уже знает, где ты. Она знает, где я. А че вы? Надо спрятаться. Не знаю, почему. Но надо спрятаться скорее. Так, подожди. От кого прятаться? Я никого не вижу. А-а-а! Нет, быстрее! Ужас! Че, поймала, что ли? Меня преследуют тревожные мысли. А они так назойливо лезут мне в голову, как живые. Подождите. Тихо. Я же спряталась. По-моему, время у нас отмоталось назад. Спонтанно. Так, давай закроем глазки. То есть, если его настигает какой-то мунстер, то у нас время просто поворачивается вспять. Так я поняла. А нам бы нужно побыстрее дожить до рассвета. Так. Зажигай. Ты совсем неправильно видишь, говорит девушка. Да что ж такое-то? Подождите. О! О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! За мной кто-то шел. Ужас. Давай бегом, включай свет. Там, где свет, они, может быть, не будут выходить. Идет! Прячься! Без головы! Что это такое? Кошмар. Я успела спрятаться. Время идет, смотрите, назад. Медленно-медленно стрелки отматывают назад. То есть, он спрятался. Может быть, нужно не прятаться, а убегать от них. Попробуем в следующий раз такую тактику. Там была лестница, может быть, я могла куда-то как-то убежать наверх. Хотя, опять же, я не знаю, это это то, что ходит за мной. Оно будет меня преследовать. Или оно остановится. Исчезнет. Вот, уходит. Видите? Не важно даже, видно ли меня. Главное, что я сам ничего не вижу. Да, оно идет обратно. Пошли быстрее отсюда, из подвала. Давай наверх. Жизнь какая. Я надеюсь, у нас сейчас здесь не вылезет, пока он дверь открывает. Так, давайте посмотрим. Она идет, по-моему, за мной. Мэ-мэ. Давай быстрее наверх. Надо свет вот здесь включить. А отсюда уже выхода нет. О! Это еще что такое? Там промол? Пролом? Что ли мне мерещится? Конечно, мерещится убедиться довольно просто. Стоит ключ и цвет, и оно пропадет. О, господи. Вы получили приз? За глаза. Я где? Куда я попал? Долго одиночество вредно на психике. Удомленную, мы скажем, реальность. Надо скорее прийти в себя, кажется, в доме творить что-то плохое. Где я? Здесь какая-то дверь. Не хочешь сюда зайти? Меня там зажали. Нужно было включать свет. Это нечто. Шло за мной. Так что... Я говорю, оно будет меня преследовать. Открытая дверь. Давай зайдем. Опс! Уровень заново, смотрите. Да. Проблемка. Снова он у себя просыпается в доме. Давайте продолжим следующие части. Вот так вот сейчас сделаем. И спасибо, ребята, за просмотр. С вами была Ниагара. До скорого. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...